Здравствуйте, дорогие друзья! Это будет недельный прогноз на неделю с 20 по 26 ноября. Пожалуй, карта Ленормана я посмотрю атмосферу недели в целом, с чем она может быть связана. Две карты Таро, одну на окружающих людей, возможно их отношения, поведение по отношению к вам, то, что важно вам знать, и ваше собственное поведение, состояние, реакции, самонастрой, как хотите это назовите. Я делаю объявления в раскладе на выходные, кто не смотрел, пожалуйста, пока что в ближайшее время, ну до начала декабря, новых людей прошу просто не обращаться ко мне, потому что я не в состоянии столько людей принять. Пожалуйста, поймите, наберите терпение. Вот, благодарю вас за понимание. Начинаем мы наш прогноз на неделю с 20 по 26, с Овнов, конечно же. Овны, с чем может быть связана неделя, какая она может быть, полетела куча карт, тем более рубашки вверх, мы их смотреть не будем. Так, Овны. Неделя с 20 по 26, с чем связана, какая она может быть. Здесь карта дом. Дом карта всегда стабильная, могут быть на первом плане домашние дела, семейные вопросы, вопросы, связанные с недвижимостью, ремонты, покупки для дома, домашнее хозяйство, ну, все, что связано с домом или с семьей, ну, с семьей, которая нам как бы близки эти люди, да, или те, с кем мы живем под одной крышей. Так, смотрим. Люди, другие люди, как по отношению к вам, то есть, что нам покажут, ну, может быть, люди, может быть, обстоятельства, какие-то ситуации, то есть, не вы, а кто-то в окружении. Здесь семерку кубков показывают, могут показывать человека, либо мечтательного, либо выпивающего, трудно сказать, конечно, у кого как, может быть. Ну, вот какая-то со стороны людей, немножечко неразбериха, сумятица, кто-то может вас, не знаю, умышленно, нечаянно вводить в заблуждение, что-то вам рассказывать какие-то, рисовать вам картины, опять-таки, абстрактные очень, вести себя неоднородно и непоследовательно. Ну, может быть, в хорошем смысле, может быть, там кто-то воодушевлен, чем-то впечатлен. Так, ваши реакции, ваше состояние, овны. Тройка жезлов перевернутая. Что-то как-то вы не знаете, может быть, ну как, временное такое вот незнание, куда двигаться дальше. Как-то вот или нежелание, или нехотение на этой неделе. Отсутствие желания двигаться дальше. Или сотрудничать с кем-то. Если вот эти люди, этот человек, вносят какую-то смуту, сумятицу, может быть, вам неохота лишний раз связываться с этим человеком, сталкиваться. Если речь идет, видите, как о домашних каких-то делах, или о какой-то, ну, скажем так, стабильности, безопасности. Ну, дом, наш дом, наша крепость, да, и семья, вот такая вот основательность, безопасность, они нам важны. Но, видите, какие-то внешние факторы, они очень размытые. Нет определенности из-за кого-то, вероятно. А потому вам, ну, сложно, понимаете, сложно как бы двигаться в каком-то направлении, если кто-то это направление немножко как сбивает, вот если можно так выразиться. Я не знаю, о чем вам это говорит, каждый, ну, живет свою жизнь, у каждого свои какие-то цели, планы и дела, и образ жизни, и ситуации. Вот, ну, здесь что-то такое, видите, как будто бы овну при вашей-то смелости, обычной и решительности, здесь что-то немножечко... Такое вот чуть притормаживание, я бы сказала, на этой неделе. Я вам желаю прекрасной недели, побыстрее раскидать, разобраться с этим всем и двигаться вперед. Так, теперь тельцы. Неделя с 20 по 26 ноября у тельцов. С чем связана неделька, о чем она, какие ситуации, обстоятельства, коса и снопы. Ну, хорошо, хоть снопы, дело может, конечно, речь идти о каком-то урожае, о каких-то результатах вашего труда, ваших усилий. Но могут быть, безусловно, неожиданности, неожиданные новости, срочные дела. И, если так можно выразиться, острые ситуации. Вот, посмотрим, о чем это, тут что пытаются сказать нашим тельцам. Может быть, у кого-то назначен стоматолог, допустим, да, или какая-то там небольшая операция. Тогда коса понятна. Если вы думали, что неделя пройдет ровно, гладко, как-то, ну, как запланировано, то коса очень часто она так раз и резко меняет ситуацию. Хорошо, смотрим, другие люди, люди, обстоятельства, не вы тельцы, а кто-то на этой неделе. Что они там? Ну, другие люди, которые, естественно, имеют к вам непосредственное отношение, отшельник. Ну, кто-то, видите, как отсутствует, погружен в себя, может быть, отказывается от чего-то, может быть, не хочет участвовать в чем-то, может быть, в плохом, ну, как, допустим, ну, как, погружен в свои дела, этому человеку некогда, он говорит, не-не-не, не на этой неделе, может быть, он не явился куда-то, такое тоже может быть, может быть, этот человек ушел, уехал на этой неделе. Так, понятно, так, хорошо. Сам телец, сам телец. Может быть, он, видите, как этот, он, она, этот человек чем-то занят, ему не до вас, например, тоже, или не до каких-то совместных дел, если так можно выразиться. Сам телец, ваше состояние, реакции и так далее на все это, рыцарь Пентакли. Телец в своем репертуаре, рыцарь Пентакли очень такой вот человек, который так просто не сдает свои позиции, все равно упорно работает над чем-то, идет вперед, медленно, но верно, где-то с таким вот упорством, даже упрямством иногда. Ну, то есть, телец стоит на своем и делает то, что должен сделать, по сути дела, невзирая на то, что кто-то там внес вот такую вот, ну, нельзя сказать, смуту. Ну, да, раздрая небольшое внес. Да, из-за этого человека, человеком мог бы быть, допустим, могли бы дела приостановиться, может, у кого-то и приостановится, но все равно свою работу, свою часть работы телец будет делать, даже если кто-то, допустим, на этой неделе отказывается, отсутствует, телец все равно ждет, ну, что, типа, ну, может быть, там, передумает этот человек и так далее. Ну, в общем, у каждого свое. Это может быть по работе, может быть, в личном, не знаю, ну, в личном, конечно, косоотшельник не сильно. Хорошо, но мы же смотрим в рамках недели. Я вам желаю прекрасной недели, дорогие тельцы. Так, близнецы. Неделька с 20 по 26. Смотрим, что же у вас там, как, с чем связано, о чем эта неделя, какие родила, события. Так, близнецы. Неделя с 20 по 26. Так, для вас, близнецы, выходит... Ух, кладбище. Здесь у кого-то что-то со здоровьем, потому что на дне колоды лежит змея. У кого-то что-то со здоровьем, у кого-то... Затруднительная, может быть, какая-то ситуация. Может что-то заканчиваться. Может, это не нравится, наверное, потому что всегда окончание, оно... Закрытие чего-то, да. Оно всегда слегка так проблематично, как бы. Ну, то есть все должно сойтись, все должно быть хорошо. А если заканчивается, мы не хотели бы это, то тем более нам это не нравится. Так, мак здесь что-то норовит вынырнуть. Может, кому-то хотят сказать, что с работой связано. Может быть, хотят сказать, что сам близнец какую-то ситуацию завершает. Так, смотрим. Другие люди, не вы. Другие люди события, то есть что-то, что вас... Что-то, кто-то... Что вас окружает на этой неделе, близнецы. Баш мечей. Ну, кто-то может вредничать, быть подозрительным, быть напряженным, говорить какие-то колкости, новости какие-то вам сообщить, не совсем хорошие. Могут извне прийти такие вот новости, какие-то напрягающие вас, наверное. Могут, конечно, показывать ребеночка. Но в роли пожамичей, ребеночек может быть умный, но характерный. Ну, допустим, как? Как? Показывать свой характер. Так, смотрим близнецов. Как же вы? Ваши реакции, ваше состояние, пятерка жезлов. Близнецы немножечко напряжены, немножечко на нервах, хотят с чем-то справиться, пытаются с чем-то справиться, может быть терзаются какими-то противоречиями, ищут более такой вот оптимальный подход. Если приходит какая-то новость от кого-то, вас она своего рода как напрягает. Видите, вы начинаете быстро соображать, что с этим делать. Если кто-то вредничает, то вы, опять-таки, тоже не даете спуску. Но вся ситуация может быть такой вот немножечко тяготящей и неприятной. Ну, когда противостояние есть, все-таки это не совсем хорошо. То есть, напряжен близнец, конечно, напряжен немножечко на этой неделе. Я вам желаю прекрасной недели, хорошее настроение, дорогие близнецы. Раки. Так, для вас неделька с 20 по 26 ноября. У раков. С чем связана неделя, какие там ситуации, люди, события, о чем для вас будет эта неделька с 20 по 26 ноября. Так, о чем эта неделя для раков? Аист. Аист это у нас переменные, изменения, опять-таки, какие-то связанные с детьми, с семьей, с переездами, с перемещениями. Приехали, уехали, гости могут быть. Вы сами можете куда-то перемещаться. Такие вот материнские, пожалуй, родительские заботы могут быть. Еще на дне колоды ребенок. То есть для кого-то это, может быть, у кого-то речь о беременности, о рождении ребенка. Так, ребенок Аисты, помимо рождения ребенка, это вот начало чего-то нового. Может быть, какого-то нового этапа в жизни. Так, хорошо. Смотрим. Другие люди. Люди, события, обстоятельства, внешние факторы, которые не вы, а вот кто-то, да, извне, для раков. Что, кто там у нас? Там у нас какой-то, вероятно, человек. Ну, вышел рыцарь Пентакли, тем более прямой. Колода прямая, перевернутая, ну, должна быть, по идее, вот, она и есть, прямая перевернутая. Человек, как сказать, человек придерживается какой-то, ну, да, и тактики, и стратегии. Человек вроде бы надежный, исполнительный, преданный в чем-то, верный. Может быть, упертым, упрямым, конечно же. Не знаю, кто это, коллега по работе, родственник. Кто это может быть? Ну, окружение неплохое, окружение неплохое, скажу. Я вам, другие люди, как-то вот они, делают свои дела, вроде бы как стараются идти по плану, если можно так выразиться. Так, хорошо, сам рак, ваш самонастрой, состояние, вы у нас, пятерка жезлов, что-то вы раки, немножечко, наверное, переживаете, можете быть немножко конфликтными, напряженными. В чем причина этого? Я не знаю, потому что, ну, как-то обстоятельства, ну, есть единственное, что-то, вот видите, как что-то меняется, может быть, люди стараются делать все, как бы, правильно, по уму, свою часть работы стараются делать, может быть, вы за что-то там переживаете в этих изменениях и начинаете колготиться, волноваться, нервничать, спорить там, сразу обо всем и сразу думать, понимаете, вы можете, пятерка жезлов, это вот когда мы распаляемся и мы там не согласны, нам кажется, что они делают неправильно, то есть учитывайте, что ваше состояние какое-то такое вот слегка человека, спорщика, а вот, дорогие раки, поэтому я им желаю прекрасной недели. Львы, львы, неделя с 20 по 26 ноября, у львов, какая неделя, с чем связана, с чем будет связана неделька у наших львов, тоже аисты, вот те раз, только что были аисты у раков, у львов тоже аисты, но я же говорю, все какие-то изменения, может быть, речь о чьей-то беременности, может, у кого-то о собственной беременности, может быть, это что-то такое, связанное с домом, с семьей, с гнездом, так сказать, да, с какими-то вот переменами, может быть, какие-то такие вопросы обсуждаются, так, что другие люди, другие люди, люди обстоятельства, то есть не вы, львы, а вот кто-то, ну, кто, естественно, имеет непосредственно отношение ко всей этой ситуации, к вам на этой неделе, так, другие люди обстоятельства, ну, как будто бы, просыпаются от спячки, если кто-то был в очень плохом настроении, ну, вроде как, ага, начинает человек выходить из этого депрессника, если можно так выразиться, вроде бы, проявляет уже какую-то заинтересованность, уже не столь апатичен этот человек, или обстоятельства уже не столь унылые и скучные, может быть, как бы, дуновение свежего ветерка, вот, что пришло мне на ум, дорогие львы, вот, как будто, сами обстоятельства, как дуновение свежего ветерка, хорошо, сам лев, сам лев, состояние, самонастрой, реакции ваши, рыцарь мечей, ну, лев, скажем так, с чем-то торопится, вы можете настолько торопиться, настолько быстро, ну, пытаться гнать лошадей и подгонять каких-то людей, что можете даже их больно ранить, ну, своими словами, своей какой-то несдержанностью, нетерпеливостью, учитывайте это на всякий случай, потому что, видите, вот у меня такое впечатление, что что-то стояло, возможно, какое-то время назад, да, застойно, и тут вдруг пошел движняк, но он всегда может казаться, что это медленно как-то, ну, боже ж ты мой, и вы можете, видите, как из лучших побуждений, ну, типа как, простимулировать, подхлестнуть, там, взбодрить, вы можете сделать, делать это слишком резко, то есть, такой темп эти люди, эти обстоятельства не могут просто взять, не могут за вами угнаться, и вы можете быть крайне нетерпеливы, вас может подбешивать, что так медленно все, почему они так, почему они так, ну, потому что, потому что, вот у них не получается быстрее, учитывайте это, дорогие львы, так, не то взяла, дева, думаю, какой у нас следующий знак, следующий знак, дева, так, девы с 20 по 26 ноября, у дев, с чем связана неделя, какая она, о чем она, с чем связана неделя, у дев, с 20 по 26, 26 ноября, где вы, звезды, звезды, естественно, это улучшение, положительные изменения, обновление, исцеление, выздоровление, если что-то там, такое думал кто-то, какие-то планы, далеко идущие, какие-то мечты, такая вот открытая дорога, если можно сказать, по звездам, что-то новое, 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 что-то новое, перспективное, открываются, какие-то возможности, вероятно, на этой неделе, какое-то обновление, может быть, речь идет, кто-то может там, допустим, обновлять программы на компьютере, да, кто-то может в новые места собираться, ну, что можно обновлять, ну, что угодно, так, хорошо, может, нового человека встретите, тоже может быть, может быть, новый клиент придет, для кого-то это может быть, ну, что-то вот такое новое, может войти в вашу жизнь, так, смотрим, значит, другие люди, где вы, которые вас окружают, люди обстоятельства, не вы, но люди, которые имеют непосредственное отношение к вам, на этой неделе, к этой ситуации, и так далее, еще раз звезда, вот это вы там все в звездах, даже не знаю, вы понимаете, такое впечатление, что это что-то новое, что-то новое, входит в вашу жизнь, на этой неделе, и вот такое идет, я не знаю, какое-то крупномасштабное обновление в жизни, открываются какие-то новые горизонты, новые перспективы, не знаю, красота какая-то необыкновенная, это реально красота, только я не знаю, с чем это, ну, у всех, наверное, с каждым, у каждого, с чем-то своим связано, но выглядит очень вдохновляюще, очень вдохновляюще, это тоже, в том числе, кстати, карты вдохновения, вдохновляющие обстоятельства, люди, или красота вокруг вдохновляет, допустим, деву на что-то, на какие-то творения, у вас могут быть такие впечатления, сейчас ваше состояние, посмотрим, мне просто интересно уже даже, состояние девы, состояние самонастрой, ваши реакции и так далее, и такой дева в таком восторге, боже ж ты мой, радость-то какая-то, слушайте, я не знаю, это кто-то явно, как, окажется в новом месте, познакомится с новым человеком, установит новую программу, тоже не исключено говорю, может быть, что-то приобретет новое, такое впечатление, что происходит что-то приятное, красивое, и дева в таком вот состоянии полета, восторга, такой детской радости практически, восхищения какого-то, чувствуете себя как, не знаю, как новенький, обновленный, такое вот состояние, человека, который, не знаю, свободен, свободен, рад, парит, видит мир по-другому, по-новому, ну не знаю, у меня прям очень интересно, для дев, но это точно неординарная неделя, девы, точно неординарная, появление вот этого чего-то нового, и вот этих изменений, скорее всего положительных, кто-то впервые увидит снег, может быть, кто-то окажется, ну как впервые, может быть, вы видели снег раньше, но вот именно красота, вот эта снежная, холодная, но красивая что-то, в общем, не знаю, девы, я, конечно, тоже трудно тут сказать, но то, что все выходят старшие арканы, и звезды, они всегда у нас такие очень красивые, далекие, и многообещающие, и есть такое ощущение полета от этих карт, так что, не знаю, я прям, мне даже интересно, и вам должно быть интересно, так что, готовьтесь, будет что-то действительно новое, и интересное в вашей жизни, я вам желаю прекрасной недели, весы, так, весы, неделя с 20 по 26, у весов, какая неделька, с чем связана, о чем эта неделька, с 20 по 26, у весов, леса, ну, у кого-то это работа, работа, дела, может быть, конечно, по лисе бывают, бывает необходимость чем-то заняться, не факт, что хочется, но есть такое слово надо, вот еще здесь такое мне идет, могут быть интересные, но непростые обстоятельства, так, посмотрим, хорошо, так, смотрим, мы здесь, так, люди, другие люди, не вы, люди, обстоятельства, то, что имеет, естественно, к вам какое-то непосредственное отношение, к этой ситуации, для весов, люди, обстоятельства, на неделе с 20 по 26, здесь у нас король кубков, мужчина, конечно, может быть, ну, либо водного знака рак, скорпион рыбы, либо человек, который, ну, я бы так сказала, интересный, может быть, со всей душой к вам относится, может быть, потенциально очень важный для вас, скорее всего, заинтересованный каким-то образом, ну, в сотрудничестве с вами, может быть, этот человек хочет помочь вам, врач, может быть, психолог, может быть, друг, там, отец, брат, кто угодно, любой абсолютно человек, начальник даже может быть, ну, тогда начальник такой вот, достаточно эмоциональный, участливый человек, так, смотрим, пока еще не пойму, о чем здесь, смотрим состояние самих весов, состояние самих весов, самонастрой, ваше отношение ко всему этому, семерка кубков, весы очарованы кем-то, видимо, кем-то или чем-то, размечтались, очень много каких-то, я не знаю, планов, могут быть какие-то, как интуитивные, такие подсказки, и весы могут витать в облаках, может быть, расслабляются, может быть, отдыхают, может быть, впечатлены чем-то, под впечатлением, вот именно, что здесь под впечатлением, весы могут быть под впечатлением от этого человека, если женщины весы, то могут, конечно, все свое обаяние пустить в ход, будучи очарованными этим товарищем, вот, если это по делу, да, то человек пытается, ну, видимо, все-таки как-то сотрудничать с вами, ищет к вам подход, может быть, человек старается вас очаровать, скорее всего, это достаточно удачно, но у вас все равно какое-то состояние легкой растерянности по семерке кубков, нет какой-то определенности, чтобы четко было вам понятно, что делать с этим всем, да, как будто бы немножечко так вот, не знаю пока, что с этим делать, желаний, конечно, много всяких разных, по лисе, видимо, надо соблюдать какую-то вот осторожность, что ли, в этой ситуации, ну, вот здесь могут быть такие, да, тоже, кстати, может быть у весов новая встреча с каким-то человеком, ну, это может быть как деловая, так и личная, которым вы можете быть действительно очарованы, я вам желаю прекрасной недели, дорогие весы, так, скорпионы, скорпионы, так, скорпионы, неделя с 20 по 26, какая неделя может быть, с чем связана у наших скорпионов, неделя с 20 по 26, так, посмотрим, с чем связана неделя, о чем она, и, ну, тучки, тучки нашим скорпионам вышли, тучи могут означать какие-то, вот, какое-то недопонимание с кем-то, допустим, какие-то ситуации, которые вот неоднородны, потому что тучи, они ведь как, набежали, развеялись, рассеялись, да, снова солнечное небо, потом снова облачко тучки, ну, поэтому здесь какая-то, какая-то неопределенность, вот этот вот туман, дым, ну, посмотрим сейчас, что там люди, то есть какая-то неопределенность, какая-то ситуация, может быть неоднозначной, могут быть какие-то у кого-то, еще не знаю здесь, как там покажут людей вас, у кого-то могут быть какие-то переживания, иногда необоснованные, может быть, какое-то философствование на тему о чем-то, не все прозрачно, так, хорошо, смотрим, для скорпионов, так, сначала мы смотрим людей, окружающих вас, то есть, это не вы, это другие люди, обстоятельства, которые имеют к вам, конечно, непосредственное отношение к этой ситуации, так, для скорпионов, другие люди, люди, могут что, не выходить на связь, могут тормозить, какие-то обстоятельства, могут не идти навстречу, не проявлять, вот это желание, двигаться вперед, как это, в слоу-моушен, короче, товарищи застыли, вот, и может быть, из-за этого, ну, то есть, когда нет ясного, четкого общения, понимаете, когда не проговариваются какие-то вещи, а здесь они не проговариваются кем-то, тогда, конечно же, возникают разные недоразумения, скажем так, смотрим реакцию самого скорпиона, отношения, поведения, что же скорпион тогда? Что же скорпион тогда? Скорпион строит планы на будущее, изыскивает какую-то возможность, думает о каких-то конкретных, прям конкретных делах, деньгах, планах, начале чего-то, о каких-то возможностях, то есть, скорпион, ну, старается, старается, вот так вот, правильное слово, прям реально старается, Это карта прилежного ученика, то есть человек пытается понять ситуацию, старается всё делать правильно, предпринимает какие-то шаги. Но обстоятельства, скорпионы, какие-то, извиняюсь, тормозящие вас. Учитывайте это. У кого-то это связано с работой, с какими-то делами, у кого-то с личной жизнью. Имейте в виду, что люди могут, люди, обстоятельства, как бы замедлять весь процесс и вводить вас в состояние неопределённости. То есть, если вы что-то от кого-то ждёте, вот не рассчитывайте, иначе вы будете, как, конфуз будет у вас тогда. Я вам желаю прекрасной недели, хорошего настроения и более сговорчивых партнёров, что ли. Так, стрельцы. Неделя с 20 по 26 у стрельцов. Что у стрельцов у нас? С чем связана неделя, о чём она у стрельцов? Здесь карта Крест. Крест у нас карта, как бы, с одной стороны, судьбоносная, с другой стороны, и непростая, и нужная такая. Вот, понимаете, тут всё двояко, может быть. То есть, для кого-то, если у вас что-то на этой неделе завершается, и вы это знаете, ну, например, там, я работаю последнюю неделю на этой работе, всё, я там до среды работаю, потом я, значит, перехожу на другую работу, то Крест абсолютно понятен. Могут произойти какие-то важные, судьбоносные вещи, которые из раздела, ну, неотъемлемых в нашей жизни, мы не можем им сказать нет этим обстоятельствам, начинанием, окончанием. Вот здесь, как бы, Крест – это то, что нам по судьбе, то, что неизбежно. Может быть, эти события могут на вас наложить какой-то вот такой вот отпечаток, что, ну, как, вам придётся что-то делать, вам придётся там с кем-то взаимодействовать. То есть, такая немножечко принудиловка, дисциплина и обстоятельства, которые заставляют нас, принуждают, по сути дела, да, что, конечно же, это может быть, дорогие стрельцы. Так, сейчас посмотрим других людей. Давайте мы посмотрим. Не вы, другие люди, обстоятельства, как они будут проигрываться в вашей жизни на этой неделе. Те, которые имеют, естественно, отношение ко всей этой ситуации, к вам непосредственно, каким-то образом. Другие люди, обстоятельства у стрельцов на неделе с 20 по 26. Здесь у нас человечек, ну, как, может быть, ребёночек, может быть, какое-то известие откуда-то, такое очень эмоциональное. Может быть, кто-то, кстати, не исключаю, кто-то в вас может влюбиться. Ну, не знаю, по карте крест. Может быть, это для кого-то это судьба, а для кого-то это вы будете не знать, что с этим делать. Это тоже не исключено по кресту, но смотря у кого как проиграется. Хорошо, смотрим состояние самого стрельца. Что же стрельцы-то? Хорошо, ваше состояние, самонастрой, отношение ко всему. Это у-у-у-у. Что-то вы как-то, что-то вы как-то вот... Что-то вам тяжело, стрельцы. Вот, смотрите, всё-таки вот этот крест, вот эта вот неизбежность вами будет принята очень остро, очень болезненно, так я вам скажу. Люди, обстоятельства, они могут вас... вам могут что-то говорить. Но я не знаю, за таким состоянием услышите ли вы какие-то вот эти слова. В нашем деле-то. Так. Ну, честно скажу, даже карту Таро сейчас вынула просто... Ну, это вот, понимаете, то, что должно произойти. Вот, хоть что, как мы тут будем говорить. То есть, какое-то известие, будет вами воспринято достаточно... Вы можете даже драматизировать это всё. Ну, я вам желаю прекрасной недели и всё-таки относиться к каким-то вещам, учиться где-то что-то принимать, ну, что вот есть, что вот так должно быть. Значит, желаю вам более лёгкого философского отношения ко всему и прекрасной недели, дорогие стрельцы. Так, теперь у нас козероги. Козероги, неделя с 20 по 26. Так, у козерогов с чем связана эта неделя, какая она может быть, какие обстоятельства, события и так далее. Козероги, неделя с 20 по 26. Да что ты будешь делать? Ознаменована картой Крест, как и у стрельцов. Ответственность, обязанность, необходимость дисциплины или самодисциплины, события, которые происходят, не спрашивая нас, хотим мы их или нет. Они не обязательно должны быть плохими, но они как вот, могут быть судьбоносными, могут быть запланированными, допустим. Мы знаем, что нам надо выходить на работу. Вот из декретного, сидели в отпуске в декретном, вот надо, все, выходим на работу, ну что-то сделать. Тоже тяжело, понимаете, тоже такой переходный момент, но надо. Вот. Так, хорошо. Козероги. Другие люди, обстоятельства, ситуации, которые имеют отношение к вам, безусловно, и к этой вот ситуации. Люди, обстоятельства другие, что они, девятка Жезлов. Обстоятельства непростые, чуть-чуть гнетущие, если честно, напрягающие Козерога, скорее всего. Люди могут быть тоже напряжены, либо не очень отзывчивы, либо даже, может, они чего-то боятся, эти люди, может, или человек, может, кто-то чинить какие-то, как препятствия, преграды, условно, да, которые там вам приходится преодолевать. Так, смотрим хорошо. Сам Козерог, состояние Козерога, самонастрой Козерога, и так далее, колесница. Ничто меня не остановит, я знаю, что я хочу, я вперед, только вперед, думает Козерог. То есть, смотрите, получается так, что вы на всей вот такой вот скорости, да, имея собственные цели, стремления, будучи человеком таким вот целеустремленным на этой неделе, вы начинаете активное движение вперед, чего-то там добиваетесь, едете, хотите, делаете, в общем, вперед, только вперед. И тут вы, так сказать, по ухабистой дороге, там перекрыли, вам надо искать объезд, кому-то звоните, кто-то трубку не берет, вот понимаете, такой просто, я смотрю, вы все равно не падаете духом, вы как бы настроены реально, ну, там добиться чего-то, победить в этой ситуации, все прекрасно, но обстоятельства и люди, имейте в виду, ну, что-то как какие-то они прям, пуговатенькие такие, вот, не способствующие, я бы сказала, не помогающие вам, вашим движениям вперед. Вам желаю прекрасной неделе более сговорчивых людей, дорогие Козероги. Так, водолеи, забыть последующий знак. Выпала луна, но она выпала нечаянно, я руками машу, сегодня в разные стороны. Луна, карта матери, карта эмоций, карта волнений, мечтаний, желаний, каких-то, таких вот, переживаний, может быть, даже, что-то связано с эмоциями. Так, хорошо, водолеи, неделя с 20 по 26, есть чем связано, о чем эта неделя, для водолеев. Тоже крест. У нас это как будто в 36 картах, у меня нет других карт. Уже мешаю при вас, я не знаю. У нас, то есть, попали стрельцы, Козероги, теперь водолеи. Каждый в своем каком-то, в своих каких-то интерпретациях. И будем сейчас смотреть. Я уже говорила, и стрельцы Абы Козерогам, что карта сложная, карта давящая, карта неизбежных каких-то событий, ситуаций, которые просто надо умудриться, научиться принимать. Смотрим, хорошо. Другие люди обстоятельства. Для начала посмотрим. Люди обстоятельства, которые имеют непосредственно отношение к водолею или к этой ситуации. Так, люди обстоятельства на неделе с 20 по 26. Прекрасно. Пятерка мечей. Добрые, честные. Как видите, шучу, конечно, господи. Пять мечей. Карта нечестной конкуренции, очень злобных порой людей или очень сложных обстоятельств, напряженных исключительно. и даже если... То есть, ну... Получается, что... Ну, вот, похоже, немножечко на козерога, только здесь что-то может быть острее и еще как-то хуже. То есть, получается, что люди, смотрите, могут быть не нацелены на сотрудничество, да, по пятерке мечей, могут быть готовы на любую колкость, подлость и все, что угодно, могут просто уперто конфликтовать либо молчать, как рыбы, опять-таки, усугубляя всю ситуацию, если честно. Ну, в общем... Потому что, я так думаю, карта Крест, она вообще показывает, что само по себе, ну, допустим, там, астрологически так вот идут планеты, да, что для водолея создаются какие-то непростые обстоятельства. Крест всегда сложная, да, вещая карта, заставляющая что-то преодолевать, что-то принимать, что-то переживать, вот. Но обстоятельства и люди могут усугублять это все каким-то образом. Я говорю, либо конфликтуя, либо делая даже какие-то, ну, совсем некрасивые поступки, либо не делая, опять-таки, не делая на зло. Дело в том, что в этой карте на зло очень сильно промелькивает. Так, ну, это вообще, конечно. Водолеи, сами водолеи, хорошо, самонастрой, состояние, ваши там реакции и поведение, хорошо. Водолеи с 20 по 26, что делает водолеи? Водолей, четверка мечей. Какая-то мысль у водолея свербит в голове, прям вот она с каким-то этим. Водолей может ничего не делать, кстати. Четверка мечей, карта в то же время может быть отдыха, отключения от всего этого, типа так, тайм-аут, перерыв, не могу больше вот с этим дело иметь. Может, кто-то возьмет, допустим, за свой счет на несколько дней или там на всю неделю, у кого как. Может быть, в этих непростых обстоятельствах с какими-то, я не знаю, реально проблемными людьми, вот, водолей может, например, не хотеть принимать участие, четверка мечей, это меня здесь нет. Не знаю, что показывают. Пятерка мечей, одну я хочу. Но вот эти вот не совсем, но если это не люди, это обстоятельства, обидные обстоятельства тогда. Так, хорошо. На пять мечей водолеем. Это внешние факторы, может, какие-то люди. Если покажут человека, значит человек. Если покажут обстоятельства, значит обстоятельства. Ну, какие вот такие вот. Кто-то из окружения может предать, отрезать, ну, общение, допустим, быть исключительно ледяным, доводить, то ли себя человек доводит до изнеможения какими-то истериками и, ну, не знаю, то есть здесь очень сложно, конечно. Так, водолей. Водолей почему-то, вот как, я говорю, мысль какая-то бьется, пульсирует в голове, но водолей не хочет, видите как, не хочет участвовать в этом. Хочет, пытается от этого отключиться. От вот таких сложных обстоятельств. ну, не знаю, вот так водолеи какую-то вот такую штуку показывают. Одни ножи. Видите, что делается? Одни ножи. Мечи всегда, конечно, проблемы, нервы. Ну, четверка мечи, она как, она тоже своего рода не сильно праздничная. Она тоже иногда бывает таким вот вынужденным отдыхом, просто уже когда человек не может, ему нужен этот перерыв. Ладно. Готовьтесь к тому, что кто-то может вас даже и оскорбить и попытаться унизить. Это морально к этому надо быть готовы. Ну, я считаю, что четверка мечей правильная тактика. В данном случае лучше не участвовать в этих всех. Так, желаю вам прекрасной недели, дорогие водолеи. теперь мы переходим к рыбкам. Так, для рыб неделя с 20 по 26. С чем связана неделя для рыб? С рыбами! Дорогие рыбы! Вот, для рыб с рыбами и связаны. Рыба это карта бизнеса, карта денежных потоков, ну, то есть, купля, продажа, опять-таки, какие-то, ну, переводы денежные, движняк в бизнесе, короче, здесь. Также карта удовольствий, духовного развития, хочу заметить, то есть, это очень такая вот обширная карта, которая может показывать, вплоть до того, что рыбалку даже, даже рыбалку, словно. Так, смотрим, что люди, обстоятельства и что сами рыбы. Давайте, понаблюдаем, как же эта неделя может складываться. То есть, если у вас, особенно, если у вас свой бизнес или какие-то, ну, как, даже если вы на какой-то основной работе работаете и у вас есть какой-то еще бизнес, то здесь вот это вот на первый план выходит. Бизнес, денежки, прибыли и так далее. Так, смотрим для рыбок. Значит, люди, обстоятельства, не вы, но люди, обстоятельства, имеющие отношение непосредственно к вам и к этой ситуации. Так, что покажут или кого для рыбок покажут? Покажут кого? Показали какого-то короля Пентакли. Для большинства это мужчина. Человек денежный, человек предприимчивый, человек, то есть, это не вы, это другой человек. Ну, кто это? Начальник, партнер по бизнесу, может, даже для кого-то это родственник, человек, у которого вводятся деньги, который их делает. Он любит деньги и любит, скажем так, постоянно их приумножать, если можно так выразиться. Вот, вероятно, вы будете взаимодействовать с каким-то человеком по делам, по бизнесу все-таки. Так, и сами рыбки. Что же рыбки? Ваше состояние, ваш самонастрой и так далее. Рыцеп Пентакли. Ну, здесь вот в вашем раскладе, дорогие рыбы, в вашем раскладе показали все-таки, что здесь все о бизнесе. О бизнесе, о деньгах, о делании денег, о купле-продаже чего-то. Колода прямая, перевернутая, карты вышли, в общем-то, прямые. То есть, есть какой-то человек, у которого капитал какой-то есть, допустим. Или он, скажем так, ведет какой-то проект, рулит в этой ситуации. Может быть, конкретно это какой-то проект, понимаете, денежный, не обязательно прям вся весь бизнес. Может быть, бизнес ваш, но есть какой-то человек важный, у которого есть денежка, и с которым интересно вам сотрудничать. Рыцарь Пентакли, что делает рыба? Рыба идет к своим целям, очень осторожно, грамотно, рассчитывая каждый шаг, каждое движение, считая деньги, считая прибыли и расходы. Шаг за шагом эту неделю рыба движется в правильном направлении. взаимодействуя с каким-то человеком и связано это все с бизнесом. То есть, про личные отношения, если это про личные отношения, все хорошо, тогда это личные отношения, возможно, с телец, девок, козерог. В общем, раскладе не исключено, что это и женщина может быть, людей-то много, и мужчины, и женщины смотрят. Партнер тогда земного знака, телец, девок, козерог. Рыбы делают, что человек должен сделать. Человек доволен, все хорошо по рыбам, все довольны, все рады, купаемся вместе в удовольствиях, по сути дела. Но ощущение, что партнер или партнерша рулят на этой неделе все-таки, более такую лидирующую позицию занимают, но не в плохом смысле слова, а в хорошем. Так что, вот так вот, дорогие друзья, я желаю всем хорошей недели, у кого вышли немножко проблемные карты, понимать, что не вся наша жизнь как леденцовая манпансе, вот иногда у нас бывают и разные спотыкачки, помнить о том, что это всего лишь неделя, важно не растеряться, важно быть готовыми к каким-то непростым событиям, сложным людям, с которыми возможно придется взаимодействовать, не падать духом, поднимать себе настроение и говорить, все будет хорошо, даже если сейчас не совсем. Я вам желаю прекрасной недели, удачи во всем, пока!